Всем привет, дорогие друзья! В мире ММА в последние несколько лет спортивная составляющая пошла на самое дно. Это касается как крупных промоушенов, так и индустрии поп ММА. Да даже есть и UFC взят, там в последнее время происходит какая-то деградация. Дана Уайт стал проводить фрик-турниры по пощечинам, где дерутся какие-то фрики с ожирением. В поп ММА ситуация еще куда хуже. Многие промоушены выдумывают какую-то дичь и устраивают настоящий зверинец вместо турниров. Тому пример промоушен Панч Клаб, который уже загнулся, так как делал акцент на трэш-боях. И какой-то там галимый уровень был. И они не пытались зацепить зрителей спортивной составляющей, а пытались сделать какое-то фрик-шоу. Вроде драк в машине и в телефонной будке тоже. Хорошо хоть не в холодильнике или сортире. Но король всех трэш-боев это конечно же Эпик Файт. Там собраны все фрики, которые имеют разный уровень популярности. Одни актуальны в наше время, другие же откопаны непонятно где. И казалось, что их время давным-давно прошло. Но нет, даже такие фриканы как Стас Борецкий вполне себе неплохо сохранились. И теперь тоже имеют отношение к боям. Мало того, данный индивид еще и в роли ведущего там находится. Что конечно же, только увеличивает уровень трэшатины в данном промоушене. И вроде бы Борецкий давно уже никому не интересен. Вроде уже устали от его кринжовых выходок. Вроде разрывания банки с пивом с зубами. И бесконечных выступлений в роли мешка, которого другие фрики только то и делают, что роняют. И казалось бы, куда там ему в какие бои. Но Эпик Файт в своем репертуаре, как всегда. И Борецкого таки выпустили в клетку. Соперником героя нашего видео стал Олег Монгол. Он же лицо черепашки ниндзя, он же говорящая мошонка. Он же потомок Чингисхана, который на Эпик Файт является чуть ли не самым топовым бойцом. И именно его предстоит одолеть Чурчаеву, если хочет в серьезных боях дальше выступать. Так вот, разница в весе между этими двумя бойчишками в два с лишним раза. И казалось, у Олега Монгола нет шансов на успех. Потому что против него такая туша, которая может просто затолкать своим пивным агрегатом. Но потомок Чингисхана в очередной раз смог всех удивить и показал настоящий класс. Борецкий ничего не смог противопоставить против этого Брюса Литра. И как мешок с дерьмом, он упал уже на первых секундах боя. И я люблю повторять свою любимую фразу в таких вот случаях. Двигался, как беременный таракан. Но в этот раз данная фраза является неуместной. Так как банально оскорбляет всех беременных тараканов на этой планете. Ведь даже они двигаются куда уверенней и куда интенсивней. Но Борецкий еле там ходил. Еще бы, когда твой вес аж целых 165 килограмм. Куда ты там пойдешь? Хоть бы не вышло так, что победу в этом бою возьмет инфаркт. Но, что живой, надо уже радоваться этому и сказать спасибо за это. Так вот, весь бой он толком не смог даже попасть по Олегу Монголу. Тот просто отступал и наносил по нему удар. И Борецкому удалось не откинуться в первом раунде и дотянуть аж до второго. Правда, уже в начале второго раунда он тупо буквально сразу был повержен от мощного удара Брюса Литра. И завалился, как мешок с навозом. И с большим трудом встал и решил бой не продолжать. Потому что одно еще такое падение. И все, банально сдохнет там прямо в клетке. Вот, собственно, и такой бой был. Такие вот братки из 90-х. Хотя, всем давно очевидно, что это просто дутый фрик. И образ такой вот у него всегда. И он пытается косить подблотного братка. Который с миром криминала якобы связан. Но это, конечно же, вряд ли. Известно, что у него костюм специально так пошит, чтобы он казался даже больше. Туда подкладывают что-то наподобие поролона. И он таким вот образом выглядит еще большим фриком. Есть в Пакистане индивид, тоже любящий сильно поролон подкладывать. Известный Хан Баба, про которого я примерно два года назад уже делал ролик. Под конец боя Борецкий, естественно, в очередной раз похвалил себя. И сказал, что он много дрался на улицах в свое время. Не знаю, где он там дрался и против кого, но его постоянно все опрокидывали на различных тресс-шоу. Причем опрокидывали обычные медийные персонажи, которые боями никогда не занимались. И бойцами в принципе не являются. И ладно, Брюс Литтер это гроза чекушки. Тут против него попробуй что-то показать. Противник серьезный. Но Гаген Солнцев, например, какой из него боец? Однако даже он, такого персонажа как Борецкий, смог опрокинуть. На самом деле это нонсенс, потому что какие-то проявления злости и гнева я никогда не видел. Это ваш от... Отойди от меня, отойди от меня. Отправа! Что ты мне, бразь, поганый, а? Тварь какая. Здесь вообще непонятно, кто из них более мужчины. Хотя мог Борецкий просто задавить его своей тушкой. В любом случае очевидно, что герой нашего видео живет только одним фриковством. И собственно, всю жизнь именно так и жил. Хайповал на своей нестандартной внешности и на дутом образе братка из 90-х. Хайповал только на черном пиаре, потому что ничего толкового он привнести не может. Остается только выступать в роли мешка для бития, которого постоянно роняют. И пьяный сенсей Монгол вообще такого соперника не почувствовал. И для него это оказался легкий бой. Как тебе соперник? Соперник? Нормальненький такой соперник. Большой, тяжелый, чему сказать. Но в бою он легкий оказался. Так, ну, сделал один хороший такой удар. Ты аж отлетел в сетку. Почувствовал на себе его крепость рук? Ну, как, конечно, такая махина летит. Один раз упал. Мне это вообще даже не почувствовал, но... Еще бы. Тут, как в этой древней поговорке. Когда я трезвый, я быстрый и резвый. Но когда я пьян, я Джеки Чан. Собственно, давно известно, что против пьяного мастера нет приема. Хотя один пьяный мастер так сильно переборщил с горючкой со смесью, что получил свою легендарную кличку. Тринадцатисекундник. Поэтому с горючкой можно очень сильно перебрать. Но, видимо, Монголии настоящий профи своего дела. Ставь этому ролику свою горючку со смесью. Зажигатель смеси. Дубина. Тупой. Не забывай писать, что думаешь про такой вот бой века. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok